Микс Ньюс Что и касается зарплат педагогов Максимум, что сейчас обещают учителям Это сохранить хотя бы ту минимальную ставку Которая есть И что разве больше Для правительства законы не обязательны? Значит Это действительно такая интересная Своеобразная ситуация Которая образовалась Что правительство Которое Из своих главных целей Ставило правовость В нашем государстве Законность Наверное правильно сказать Законность В основе Как одной из главных основ Своего действия Сейчас нарушает Настолько закон Насколько это вообще Сколько возможно Такого вообще не было Чтобы было понятно слушателям Если мы говорим насчет Зарплат медикам То есть оповещение медиков Что это было не просто прописано в законе Что вот сказано Ну вот Если у нас действительно Что уже как стала привычка Для правящей коалиции Не выполнять закон То есть год от года У нас есть Законы Насчет учителей Насчет Дорог Какие объемы Что должно И все время Это не выполнялось Но Тут была такая лазейка Почему они могли Это не выполнять Как будто Тут такой Юридический Кламбур Что можно сказать Что вот эти все законы Эти все нормы Они так Они Все общие Все общие А вот знаете Когда мы принимаем Бюджет Это уже Это закон Специфический И вот по этой Юридической конструкции Получается Что норма Которая специфическая Которая Более конкретная Она как будто Выше этой Если есть коллизия То она выше Но здесь Вот насчет медиков То все получается С точностью Да наоборот Эта норма Прописана Очень конкретно Она Она не просто В законе написана Что ну мол ребята Там надо будет Вам отводить Какие-то деньги Здесь очень конкретно Сказано Какая сумма Когда это должно Правительство делать И это прописана Ну пара из нотой Переходящая Как переходящая То есть норма Которая в общем-то Ну вот она Вот ты должен Никак иначе А вот ее выполнить Именно еще Она И поэтому так и прописана Что она Она была принята Единогласно Нынешний парламент Именно И что смешно Все депутаты Голосовали И вот почему Стоит немножко Об этой теме Немножко больше поговорить Чтобы вообще Было понятно Что у нас сейчас В государстве творится Вот этому решению Тут три важных аспекта Про которые надо говорить Один Чисто Юридический Правовой аспект Потом Финансовый аспект И потом чисто Скажем так Моральный аспект Да Значит Если мы говорим Про этот Правовой аспект То здесь Очень ясно И четко прописанный Который Ну никак Никак Не обойти Да И если сейчас Правительство Которое говорило Что у нее Самое главное Один из Трех самых Важных вещей Ставе так сделать Потому что Если правительство Не соблюдает Закон Таким Действительно Наглядным образом То значит Что можно требовать От остальных Значит Все это Про Борьбу С теневой экономикой Коррупцией И так далее Это все Просто пустые басни Это для других Но не для нас Но это может быть Вот это Такое Специфическое понимание Бескомпромиссного Бескомпромиссного Законности Законности Если это В конфликте С нашими интересами Да Значит Это один аспект На который Вот тут я думаю Будет дальше Интересное продолжение На следующей неделе Мы это будем Уже в парламенте Разбирать У комиссии по запросам Этот запрос Будет рассматриваться Да И там интересно Действительно Будет посмотреть Как они будут Вылазать Что сделал Что сделал Правительство Как она Дурит народ Да И вообще общество Когда делается бюджет Каждый раз Есть такая Такой конек Который ими Пользуется каждый раз Что они сейчас сказали Почему они Не могут выполнить Они говорят Что Что у нас нет денег Правильно Хотя Это наглядная ложь И это очень Элементарь Спикерсием И сказал Ну мы можем Понять любой закон Но денег то нет Да То есть К этому мы еще Тоже вернемся Да Но вот здесь Да Вот скажем Вот Разоплачим Вот эту ложь Насчет то Что в бюджете Нет денег Сам пример Сказал Что смешно Буквально Пару недель Перед этим Он сказал Да денег У нас в бюджете Так много Как никогда Не бывало Вообще В истории Латвии Потом дальше Сколько это Означает Это означает Что это Больше чем 10 миллиардов То есть Денег в бюджете Больше чем 10 миллиардов И почему Не нашлись Деньги Для медиков Потому что Правительство Год от Год Делает Такой Хитрый Хитрый Ход Что они На самом То деле Бюджет Вот эти Такие Дебаты По бюджету Кому Предоставлять Денег Они не Происходят Происходят Что Что есть Так называемые Базис Бюджетов Которые Почти 99% Всех расходов Про которые Вообще Не идут Дебаты Это просто Нам так Надо И вот Мы так Делаем И все Что остается Дебаты Ведутся Сужаются И ведется Только про тот Объем Который Может быть Дополнительно В данном Случа Это было 190 миллионов То есть Можете Представить Общий Бюджет 10 тысяч Миллионов 10 миллиардов Это 10 тысяч Миллионов Да И тут Вместо этого Они ведут Дебаты Они осужают И как будто Яро показывает Обществу Как они будут Делить Эти 199 миллионов 192 миллионов Но даже В этом случае Даже в этом случае Когда есть Эти 190 миллионов 120 для медиков Именно Именно Потому что Скажите мне еще Где еще Конкретно В законе Прописано Кому Каким еще Нужным И что Сделало Правительство Вместо того Чтобы Выполнять Закон Она Самопроизвольно Сказал Нет Мы закон Не будем Выполнять Нам Плевать 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 Что там Написано В законе Что решила Решил парламент Мы будем делать По своему Ребята Ну это Ну такая Бесправовость Вообще Какой Ну Тут вообще Максимум Что невозможно То есть Как мы видим То есть Проблем с деньгами На самом деле Это нет Чтобы выполнить Норму Закона Это Ложь Это наглая Литимерная Ложь Дальше Если мы Посмотрим Чисто Чисто Дальше Что интересно Те министры Которые Голосовали Большинство Были депутатов Мне кажется Девять министров Из правительства Были депутаты Которые проголосовали За этот закон Которые приняли его И сейчас Как министры Они Отказались Сами выполнять Ту норму Закона За который Они голосовали Ну куда еще Дальше И потом Выйти и врать Что знаете У нас нет денег А на самом деле Повод совсем другой И что этим Почему это Очень значимое Такое событие Потому что Этим Этим Вот Решением Это Правящая Коалиция Наглядно Показала Что на самом Деле Ей Важнее Своих Обещаний Важнее Эти Принципы Законности Важнее Политическая Сделка Между ними Им очень Важно Было Эти Деньги Поделить Не по Закону А так Чтобы У них Всех Они Все Были Довольны Чтобы Каждый Получил То Что Им Надо Чтобы Они Могли Говорить Вот Мы Молодцы И мне Кажется Я так понимаю Что ни о каких Предвыборных Обещаниях О выполнении Предвыборных Обещаний Уже говорить Не приходится Ни 3 по 500 Ничего Какие Предвыборные Обещания Если не Выполняется Даже то Что обещано Законом Что они Обещали Выполнить Законом И брали На себя Законные Права Просто Тут надо Понять Какой Это Казус Это Вообще Что-то Небывалое В истории Латвии Я не знаю Вообще Происходит ли Вообще Таких Реальных Правовых Государств Что-то Такое Что Принимается Закон И тем же Самым Понятным Еще Можно Было Как будто Отговориться Если бы Это было Принято Другим Парламентом Все поменялось Пришли Новые Которые Сказали Ну это Все неправильно Здесь же Те же Самые Люди Которые Принимали Этот Закон Они Сейчас В правительстве И они Решают Не выполнять Но Это Действительно Где Дальше Это Действительно Это Через Все Границы Переходит И поэтому Я думаю Это будет Очень интересно Дальше Вести Дебат То есть То что Мы Сделали Профессионально Свою Работу Сейчас То есть Сделать За требования Премьер Министру Объяснить Эту Правовость Дальше Мы Сейчас Сделали Тоже Запрос Министерству Здравоохранения Чтобы Они Объяснили Министр Объяснил Свою Позицию Почему Она Так Голосовала Посчитали Какие Могут Быть Последствия Мы То есть Мы Уже Сейчас В этой Отрасли Не хватает Людей То есть И самое Действительно Такое Плачевное Состояние Вот Это Средний Медицинский Персонал То есть Медсестрички И так далее Которые Там Врачи Говорят Окей Мы Готовы Делать Операцию Но Нам Некому Ассистировать Ее Люди Ждут О чередях Умирают Врачи Вообще Уезжают Уезжают Медсестрички Как мы Этот Пробел Заполним Потому Что Эта Тенденция Она Губительна И сейчас В общем То Все Держится Действительно Можно Сказать На таком Рабовом Труде То есть В общем И что Делать Опять Наглядно Если Мы Говорим Про Моральной Ситуации Что Делает Правительство Она Очень Чинично Подходит К этой Ситуации Она Понимает Что Какие Деньги Она Должна Дать Они Можут Не Дать И Что Она Сделает Она Цинично Тестирует Сейчас Общество Она Выбрасывает Какой Объем Денег И смотрит Ну Как Вы Среагируете Сидите Они Знают Что Будут Бунтоваться Они Будут Смотреть Насколько Будут Бунтоваться И Я могу Рассказать Это Классика Которая Года От Года Когда Что Надо Облапошить Обмануть Оставить Скажем Так С Невыполненным Обещанием Как Делать Они Делают Первые Порции Дают Вот Сейчас Они Дали 40 Миллионов Место 120 42 Да 42 Это Три раза Меньше Чем Обещано Обещано Я Представляю Если Кто Заплатил Налоги Три Раза Меньше Я Не буду Вам Платить Чтобы С ним Было Отобрали Вот Именно Правительство Так Может Делать Это Очень Плохой Сигнал Для Сего Общества Смотри Что Они Будут Делать Дальше Сейчас Они Будут Тестировать И Они Будут Разыгрывать Вот Такую Драму Как Они Будут Еще Находить Деньги Для Медиков И Найдут Еще Миллионов Десять Скажут Ну Видите Какие Молодцы Мы Все Так Об Вас Позаботились Вот Вам Еще Десять Миллионов Хотя Нужен 120 И Скажут Такая Верхушка Лицемерия Цинизма К Своему Ну Своему Народу Да И Ну Мне Это Противно Реально Противно Я Сразу Поэтому Я За Это Буду Бороться Сейчас Чтобы Эти Ребята Сейчас Ответили За то Что Они Там Натворили Потому Что Действительно Это Диверсия Против Страны Потому Что Это Вообще Разрушает Вот Сегодня У нас Были Большие Дебаты Насчет Интересные Фразы Да Сказал Ребята Вы Не Говорили Про Самый Главный Риск И Главную Главную Угрозу Национальной Безопасности Это Неверие То Что Вы Делаете Если Вы Выходите Не Выполняете Свои Обещания И Не Выполняете Свои Обещания Это Не Просто Сигнал Не Выполняете Закон То Вы То Вы Делаете Что Что Народ Теряет Вер Вообще Свои Государства И Это Самая Большая Угроза Нашей Национальной Безопасности Что Люди Которые Здесь Живут Они Чувствуют Что Они Не Не Могут Положить На Тех Кому Они Доверили Руководить Страной И Что Они Не Чувствуют Что Им Вообще Ну О Них Здесь Заботиться И Это Самая Большая Угроза Вот Только Благодаря Вот Такой Может Нас Там Завоевать И Так Далее Это Все Начинается Изнутри Когда Люди Не Чувствуют Принадлеженности Своей Стране И Когда Они Чувствуют Что Кто Другой Может Позаботиться Лучше И Это То На Что Они Сейчас Идут Это Их Стратегия Потому Что Им Надо Чтобы Был Раскол В Нашей Стране Чтобы Кто Говорил Что Он Не Чувствует Что Это Государство О нем Заботится Чтобы Они Могли Сказать Видите Вот Нам Надо Продвигать Какие-то Инициативы Которые Сегодня Наглядно Можно Было Видеть Насчет Языка И так Далее Чтобы Дальше Расчленять Наше Общество Да Вот Вы Уже Упомянули По поводу Языка Это Тема Отдельного Разговора Но Вы Тоже Считаете Что Это Специально Вбрасывается Все Детские Сады Что Отлич Внимание Это Не Только Сегодня То Что Еще Предложил Национальное Объединение Это Вот Их Хлебом Не Корними Вот Дай Только Вот Такие Возможность Потому Что Есть У Нас Определенные Политические Силы В нашем Государстве Которые Могут Нормально Здесь Скажем Так Находить Свою Нишу И Экзистенцию Продолжить Свою Чувствовали Себя Обиженным Отчасти Что У них Ну Могут Абдрал Да Это Как Это Угрожать Под угрозой Это То Чем Занимаются И В общем То Надо Находить Какие То Поводы Чтобы Поляризировать Общество Такой Же Ход Много Лет Назад Национальные Радикалы Уже Использовали Когда Из-за Чего Вот Возник Референдум По языку На самом деле Это они Спровоцировали Этот референдум И Сейчас Я думаю Они идут На то же самое Им необходим Этот раскол Ему нужно Чтобы Вот Было Это Трение В обществе Чтобы Ну Кто-то Возмущался И говорил Как это так И чтобы они Могут сказать Видите Мы под угрозой Кто-то Не любит Наше государство Кто-то Против Нас Да Это Весь Смысл Вот этих Предложений И Вы знаете На студии Вот Перед Перерывом На рекламу Все-таки Такую Сделаем Затравку Еще Одной Теме Я думаю Что все Наши радиослушатели Прекрасно Знают Что вы Очень Внимательно Следите За всей Этой Проблематикой Вокруг ОИК Обязательно Закупьте Компания Более того Мы все Это знаем Мы знаем Что даже Комиссия Была создана По расследованию ОИК И что происходит Да Вот расскажу Да Вот Может быть Начнем А сначала Такой вопрос Задам Для затравки А комиссия Вообще Я знаю Что вы вышли Из ее состава Понял Бесперспективность Комиссия По-моему За три месяца Сопровалась На три заседания То есть Тупик полный Да Тупик полный Ну там В общем-то Продвижения Такого Конструктивного Не было Руководитель Комиссии Попросил Мою помощь Я им Объяснил Как надо Действовать Чтобы Если они Хотят Действительно Получить Результат Дал Конкретные Шаги Что Что Должна Сделать Комиссия Чтобы Этот результат Появился Посмотрим Если Это Исполнит То есть Надежда Что От этой Комиссии Может быть Какая-то Какая-то Польза Во всяком Случае То что Я и говорил Что Я всегда Готов Помочь Если Я вижу Что В этом Есть Какой-то Конструктивный Смысл Если Если Это Комиссия Просто Для того Чтобы Просидеть И Просто Ну Скажем Так Торпедировать Этот Впроис То Нет Смысла Мне Тратить Свою Энергию Если Там Будет Действительно Продвижение Если Действительно Реальная Готовность Не только На словах О реальных Действиях Я думаю Мы можем С этим Эта Комиссия Может сделать Очень полезные Вещи Посмотрим Посмотрим Да А той Ситуации Которая Сейчас Вот Вокруг ОИК Вокруг Опять-таки Обещание Которое Дали Правящие Ликвидировать ОИК И кстати Было решение Сейма Которое тоже Проигнорировано Об этом Мы поговорим После небольшой Паузы На рекламу Пару минут Буквально Не переключайтесь Добрый день Еще раз Его заняшина В студии Депутат Сейма Человек Который Давно Расследует Вот эту Я бы сказал Аферу Века Мы знаем Что было Получение Сейма Опять-таки Такой Приказ Парламента До 1 апреля Подготовить Предложение По ликвидации Этой системы Правительство Проигнорировало Это И сказало Ну как-нибудь потом Ну у нас на дворе Как мы понимаем Уже сейчас Сентябрь месяц Что сейчас происходит Вообще Да Вот если мы говорим Про то Что сейчас происходит Может немножко Такая маленькая ремарка Там не совсем было так Что правительство Что парламент Задал задание До 31 марта Разобраться С этим всем Да Тому По Говорится так Айценая Призвал Призвал Да То есть То есть И в общем-то Чем это закончилось Все знают Ничем Да Наоборот Это просто Использовали Для того Чтобы вот эти Несколько месяцев Можно было продолжать Эту аферу И не делать то Что действительно Могло бы Искоренить Эту аферу То есть Что тут важно понять Прекратить Вообще Эту систему Как таковую И прекратить Аферу Это две разные вещи И это то Что часто путают Особенно те Которые вообще Не вникают Не вникают В тему Это было Особенно явно На выборы Когда я говорил О том Что вот С этой аферой Надо разобраться Ее надо Остановить То есть Я не имел ввиду Что остановить Вообще Систему Как таковую Потому что Система Как таковая Поддержка Возобновляемым ресурсам Она будет необходима Навсюду В мире Речь идет о том Чтобы она была Создана так Чтобы она была В интересах Общества И чтобы мы Платили не больше Чем это полагается И плачили только тем Которые Выполняют эти условия И первый шаг Который Должно было бы Давно уже Сделать Правительство И те политические силы Которые обещали Разобраться с ней Это Сделать проверку В этой системе И отделить Зерна от плевел Что Что в ней законно Что нет То есть Кому положено Получать эту поддержку И кому не положено И чтобы это До сих пор не сделано Еще больше То есть Это все время идет Такими хитрыми кругами То что Ну поскольку я держу Держу пульс На этом всем На этом всем Что происходит То Не даете им дремать Нет Я не даю дремать Потому что Мне абсолютно ясно Ну сколько я Разбирался в этой афере Я понимаю Насколько Глубоко Политики В нее Заинтересованы Очень многие Политические силы Которые у власти Они получали годами Очень большие пожертвования То есть И они не заинтересованы Разобраться в этой системе Наоборот Так как То что я вижу Я с полной ответственностью Могу сказать Что на данный момент Нету Такого политического Желания Разобраться с этой аферой Чтобы ее остановить Есть желание Найти Новое прикрытие Поскольку Вот есть такой Один депутат Который не дает Возможность Использовать свои Права Депутата Им это Все прикрытие Как будто Своими вопросами За требования Все время Разоблачают Что происходит На самом деле То Им приходится Просто Что-то делать Вот насколько Их Кто-то там Сзади Можно сказать Так Плеткой Хлистает Хлистает И заставляет Что-то сделать Вот столько Они продвигаются Если у вас есть возможность Не сделать Они сразу Не делают Или еще больше То что сейчас Как я вижу Это делается Они поняли Что вообще Ничего делать нельзя И вот сейчас Делается Такой шов Что вот Скажем Ну вот Надо проверить Законность Там 400 станций И в общем-то Там Я сразу Я Под тем Заявлением Которые даже Министерство экономики Проговорилось Публично Там Видно Что Очень Большая Часть Не выполняет Закон И вообще Надо было Им уже Разобраться По-другому Они что Делают Они берут Там Одну Две Станции И делают Похозуху Вот Как мы Сейчас Их Наказываем Как мы Там Счетчик На них Сейчас Включим Оказывается Они там Миллионы Своровали Стирались Языка Потому Сейчас Неск Уголовных Процессов По поводу Генерации И так далее Это Похозуха Потому Что Эти Процессы Действительно Обоснованы И в принципе Ну Там Ну Там Ну И почему Они заведены Потому Что Нарушения Были Настолько Наглядны Что Их Просто На это Нельзя Было Реагировать И то Что Сейчас Делает Министерство Экономики Как Я Это Вижу И Могу Досказать Она Сейчас Старается Скрывать Вот Эти Очевидные Нарушения Чтобы Другим Они Не Были Видны И Тогда У них Опять Есть Рычаг Могу Наказывать Могу Не Наказывать Да И Это То Чем Они Занимаются Чтобы Было Понятно После Того Всего Что Я Начал Удалось Заставить Что Чтобы Начались Реальные Проверки Этих Станций Эти Реальные Проверки Начались И Что Сейчас Делает Министерство Экономики До Сих Порона Не Проверял Она Рассказывала Как Она Проверяет Но Оказалось Что За Все Это Время Они Проверили Даже Когда Они Говорили Перед Выборами Оказалось 5 или 7 Станций Реально Проверили Только За Это Все Время Но Сейчас Что Произошло Перед Выбором Мы Заставили Поскольку Выборы Приближались Надо Было Что Делать Они Создали Эту Контрольную Группу Где Больше Чем 200 Станций И Когда Я Ну И Вот У меня Вопрос Вы Слышали Что Вот Какие То Реакции Министерства Экономики Что Вот Где Оценка Результатов Где Какие Решения Поскольку Очищена Я Задал Министерство Экономики Отчитаться Ребята Отчитайте Что Что Там Происходит Вот Проверки Мы Знаем Там Больше Чем 200 Станций Уже Проверено Какие Результаты Давайте Мне Пришлите Отчет И Отчитайте Что Вы По Этим Результатам Проверки Делали Они Отказались Это Делать Отлично Ребята Если Вы Отказались То У нас Есть Другая Процедура Процедура Затребования Когда Уже Сами Сейчас Если Не Хотели Отчитаться Письменно Уже Лично Придете И Там Это Вот То Что Я Говорю Вот Эти Запрос И Они Как Маленькие Комиссии Расследования Люди Приходят И То же Самое И Вот Сейчас Ему Заданы Конкретные Вопросы По Результатам Под действием Министерства Экономики И Вы Будете Отчитывать Почему Эти Проверки Не Продолжались Больше Года Уже И У Вас До Сих Пор То Что Они Сказали Мы Оцениваем Результаты Проверки Ну Сейчас Вот Они Расскажут Как Они Оценивают Если Абстрагироваться От самой Проверки Конечно Тоже Нужна Спору Нет Все Таки Реально Ли Вот Эту Систему Ликвидировать Так Что По Простым Языком Чтобы Вот Мы С вами Или Юридическая Компания Икс Больше Не Субсидировала Частный Бизнес Зеленой Энергии Вот Будет Какое То Время Когда Нам Скажут Не Знаю Очень Простой Объект Я Скажу В нашем Государстве При том Что Часть Происходит Возможно Все Как Наглядно Сейчас Правительство Показало Что Она Может Не Соблюдать Вообще Ничего Ни Обещаний Ни Законов Зачем Она Может Элементарно Нужна Только Политическая Воля И Вот Если Мы Смотрим Насчет Айка То Мы Явно Видим Что Политической Волей Что Решать Здесь Нет Не Просто Чтобы Систему Остановить А Просто Хотя Бы Эту Аферу Но Избавиться От Аферы Такой Политической Воли Нет И То Что Сейчас Делать Как Я Это Вижу Вот Это Дискуссия То Что Давайте Всю Систему Сразу Разрушим Это Такой Хитрый Ход Конем Предлагается Сделать Невозможное Потому Что Действительно Вот Просто Так Все Разрушить Сказать Все Больше Этого Не Будет Ну Это Абсурд Полнейший Да То Это Действительно Невозможно Сделать Да Вот То Что Возможно Сделать Это Эту Систему Перейти Пройтись Через Эту Систему И Выбрать Из Этой Системы То Как Я Говорил Отделить Зерна От Плевел И Если Мы Это Сделаем То Этот Объем Который Мы Должны Платить Он Существенно Уменьшился А почему Сего Не Сделаю Опять Идем Обратно Потому Что Не Это Политические Воли Это Сделать Можно Было Давно То Что Надо Делать Но Там Была Такая Полукомическая Ситуация Перед Прошлым Выбором Когда Я Загнал В Тупик Министерство Экономики Когда Казал Что Ребята Нифига Не Делаешь То Что Нужно Делать И У Них Тогда Остался Вибор Или Признать Это Сказать Что Мы Действительно Не Делаем То Что Надо Делать Или Начинать Делать То Что Надо Они Нашли Элегантный Способ Как Из Этого Выйти Они Создали Рабочую Группу Которая Будет Работать И Даст Им Советы Что Делать Это Рабочая Группа Полгода Проработала За Зелезными Предложениями Что Надо Делать Что Как Они Избавиться От ОИК В течение Трех Лет Хоча На самом Изделии Не Избавиться Просто Спрячет Их Под Другими Платежами И Когда Министерство Экономики Браво Сказало Вот Это Наш План Дайте Если Кто Способен Дайте Лучше Я Сразу В течение Трех Дней То Они Там Группа 26 Человек Там Пуще Полгода Работала Создавала Какое-то Решение Я Один В течение Трех Дней Написал Им Что Надо Делать Вот Конкретные Предложения Что Если Сделать То Это Бремя ОИК Уменьшится Существенно Уже Не Будет Проблемой То Это Уже Было Известно Перед Прошедними Выборами Ничего Не Было Сделано То Да То Элементарно Ребята Берите То Есть Если Что-то Не Делаете То Или Вы Не Знаете Как Делать Или Вы Не Хотите Делать Явно Что Что Делать Они Знают Значит Не Хотят Делать И Почему Не Хотят Это Очевидно Потому Что Это Была Политическая Кормушка Тех Правящих Политических Сил Которые Сейчас Тоже Находятся В Правительстве И Поэтому Это Все Стопируется Может Такой Хотел Задать Что Я Хочу Сказать Это Не Безнадежный Вариант То Если Мы Заставили Их Вообще То Что Сейчас Происходит То То Процесс Какой То И Он Такой Что Кто Тоже Хлыстом Стоять Сзади И Хлыстать Чтобы Что Что То Происходило Мы Это Делаем И Медленно Продвигаемся Сейчас Действительно Есть Возможность Есть Три Такие Принципиальные Делать Одно Это Комиссия По Расследованию Там Как будто Появилась Действительно Воля Что То Сделать Но Самое Главное Как Я Вижу Это Поправки Законодательства Которые Скоро Пойдут И Там Есть Поправки И Если Они Пройдут То Мы Можем Действительно Положить Конец Аферы И Я думаю Где-то Через Пару Недель Мы Начнем Их Рассматривать И Вот Я Предлагаю Следить За этим Потому Что Единственная Возможность Как Можно Заставить Действительно Принять Эти Правильные Решения Если Общество Активно Будет За Это Следить И Требовать От Политиков Ребята А вот Почему Вы Это Не Делаете Там Есть Очень Конкретные Предложения Которые Я Разработал И Пусть Объяснить Сейчас Министерство Экономики Почему Она Не Хочет Делать Почему Не Хочет Проводить Вот Так Проверки Почему Не Хочет Проверить То 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 Сейчас Как Раз Вот Эти Поправки Если Они Принимаются Это Будет Закон Конечно В нашем Государстве Как Мы Вяжем Закон Тоже Можно Не Соблюдать Тогда В Случай Уже Можно Будет С За Этим Поинтересуйтесь А Как Нам Дела И Мы Очень Близко К тому Что Действительно Это Можно Завершить Да Вот Еще Один Вопрос Который Хотел Задать Но Скоро Все Ими Придет Все Так Пакет Законопроекта Связан С Административно Территориальной Реформой С Одной С С С Как Вы Воспринимаете Эту Административно Территориальную Реформу Я Считаю Что Реформа Нужна Действительно Потому Что Логика Реформы Почему Нужна Реформа Мы Действительно Должны Создать Такое Разделение Административно Территориальное Чтобы Каждая Единица Была Действительно Потому Что Вот Только Так Я вижу Мы Можем Полицентричность Развития Наших Государств Обеспечить Иначе Будет Развиваться Только Риги Определенные Места И Там В общем Это Такая Элементарная Математика Примерно Известно На каком Расстоянии Человек Готов Жить От Того Пункта Где Он Может Получить Все Необходимые Услуги Это Вот Это И Есть Это Базовая Такая Идея Почему Нужна Административно Территориальная Реформа Чтобы Создавать Такие Центры Благодаря Которым Мы Можем Обеспечить Что Люди Будут Жить На Все Территории Латвии Не Только В Определенных Местах В чем Я Вижу Где Проблема Вот Этой Реформы Она Все Как Всегда Не Все Выполняется Есть Какие Задумки Но Что Важно Что Одно Говорить Про То Как Мы Будем Перечерчивать Эти Границы Но Параллельно Важно Говорить О том А как Мы Перераспределяем Функции Это Одно И Другое Дальше Как Мы Перераспределяем Дальше Финансирование Потому Что Можно Хорошо Правильно Все Расчитить Но Если Скажем Там Отнимается Самоуправление Финансирование Говорится Ребята Вот То Вы Будете Делать Но Денег Вам За это Не Будет Тогда Как Это Будет Выполняться И Этот Механизм Должен Быть Сделан Так Чтобы Эти Самоуправления Чтобы Они Были Самодостаточны И Чтобы Если Они Действуют Эффективно Делают То Что Надо Делать Они Могут Не Только Проживать Но И Могут Дальше Развиваться И Создавать Создавать Свою Инфраструктуру Услуги Под Свои Нужды И Это Может Быть Хороший Эффект Как Получится Посмотрим Придется Чего Там Поработать Да И Возвращ На студии Депутат Сейма От Факции Согласия Вот Такой Еще Вопрос Который Хотел Задать Но Ведь Получается Что Правящие Партии Их 5 Они Сами Показывают Что Они Принимают Бюджет На этот Год Не Выполнили Ни Одно Обещание Принимают Бюджет На 2020 Видимо Тоже Ни Одно Обещание Потому Даже Необлагаемый Минимум Не Будет 500 Ева А Что Дальше На Что Эти Политические Силы На Возвращают Я понимаю Что Этот Вопрос Можно Нужно Им Адресовать Но Тем Не Они Просто Думают Что Избиратели Коротко Парти Да То Тут Уже Отработанная Технология Этих Партий И Это Выглядит Очень Просто То Самое Главное Что Для Них Надо Сделать Им Не Важно Выполнять Свои Условия Даже Закон Не Только Свои Обещения Им Не Важно Выполнять Самое Главное Чтобы Удержать Красные Линии Это Самый Главный Быч Нашего Общества Нашей Страны Почему Мы Не Можем Нормально Развиваться Почему Эстонцы Могут Принимать Продуманные Долгосрочные Решения А мы Не Можем Мы Что Глупее Все Будут Опережать Мы Знаете Как в этой Сказке Про Трех Поросят И Волка Тот Поросенок Который Строил Свой дом Из соломы Можно Быстро Построить Но Он Не Будет Держаться И Власти Ты Ты Должен Выполнять Свои Обещания Ты Можешь Говорить Что Хочешь Все Работ И Да И Это Их План Который Каждый Раз Им Удается Реализовать И На этом Они Держатся И Поэтому Им Не Нужны Вот Всякие Такие Проправки Чтобы Создавать Вот Это Напряжение В Обществе Чтобы Появились Те Которые Недовольны Нашим Государ Вот Это Демон Который Нельзя Впускать Правительство Надо Еще Лишить Рижан Части Финансирования Это Уже Отдельный Разговор Просто Вот Такой Это Принцип И Пока Это Будет Принцип Разделяю Властивый Мы Будем В этих Больших Проблемах И Латвия Как Государство Не Сможет Успешно Развиваться Единственное Что Меня Тревожит Вы Фактически Уже По Существу Это Сказали Да Что Что Вот А где Какие-то Не знаю Перспективы Где Какой-то Вообще План Как Страна Будет Зарабатывать Потому Что Мы Слышим И Вы Слышите На Каждое Заседание Сейма Нам Приходит Из Минфина Или Отправящих Коли И Говорит Монивэл Мы Должны Исполнить Монивэл Мы Можем Исполнять Закон По Медикам Будет Что Видишь В чем Получается Проблема Почему Я говорю Что Красные Линии Это Самый Главный Быч Нашей Страны Корень Всех Проблем Если Есть Красные Линии Значит Нет Полноценной Политической Конкуренции Если Нет Полноценной Политической Конкуренции У власти Может быть Каждый Хлюпик И Даже Не гадает И Это Не будет Никого Волновать Потому что В конкуренции Это Как Больба Выживает Сильнейший Кто Самый Достойный Тот И Тот И Дальше Продвигает Сейчас Что Если Вы Посмотрите Нормально Если Нормальной Демократической Стране Основа Всего Чтобы Она Была Эффективна Успешна Это Полноценная Политическая Конкуренция То есть Если Я Нахожусь Власти Я Держусь И знаю Что Я могу Продержать Столько Столько Пока Я буду Улучшить Тех Других Которые В Оппозиции Ждут А те Которые В Оппозиции Они Знают Что У них Есть Возможность Попасть У Власти И Они Стараются Быть Лучше Тех Которые У Власти Чтобы Их Сменить Когда Их Сменят Они Понимают Что Им Опять Надо Держаться И В чем Дело Если Есть Такая Возможность Смена Власти То Это У нас Есть Даже Если Какие Новые Политические Силы Появляются Скажи Мне Лично Было Симпатично Многие Вещи Которые Говорили Новые Консерваторы Разоправывайся Разобремся С коррупцией И так Далее Отлично Но Когда Они Пришли У власти Они Вместе С теми Старыми Коррупционерами Вместе В одном Правительстве Под их Руководством Находится Они Ничего Не Могут Сделать И Вот Это Проблема Которая Сейчас Которая Будет Латвия Сталкиваться Пока Будут Эти Красные Линии Которые Очень Выгодно Тем Старым Политическим Силам Чтобы Они Могли Здесь Быть Могли Делать Свои Политические Схемы И Даже Не Заблюдать Закон Представьте Нормальным Демократическим Правовом Государстве Западном Если Правительство Наглядным Образом Не Выполняла Закон Все Это Финиш На Следующий День Все Финиш Такого Правительства Больше Нет У нас Так Будет Нет У нас Так Не Будет Скажет Молодцы Мы Сделаем Все Что Можем Да Они Все Достали Деньги Для Медика Чтобы Было Понятно Насколько Это Проблематично Это То Что Мне Почему Спрашивают Почему Ты Мог Меня Призывали В Любой Партии Мы Тебя Возьмем Я Принципиально Не Иду В Другой Партию Я Буду В Согласии До Конца Потому Что Я Знаю Что Главный Быч Красные Линии И То Что Я Хочу Показать Что Давайте Сделаем Честное Политическое Состязание И Лучшие Из лучших Выйдут Дальше И Будут Руководить Страной А Сейчас Наоборот Сейчас У нас В руководстве Манипулировать Это Посмотрим На Любые Посты Прот До Самых Высших Главное Чтобы Не Было Свои Хребта Чтобы Не Мог Постоять На Своем Дении Чтобы Ты Не Мешал Никому Чтобы Там Ты Находился А Дальше Все Эти Схемы Можем Могли Продолжаться Вот По Такому Принципу У нас Выбирают Выбирают Выбираются Люди А Если Была Политическая Конкуренция То Партии Должны Были Выставлять Самых Сильнейших Потому Что Если Я Не Выставлю Сильнейший А он Выставит Сильнейший Он Меня Выбит Из Ринга Он Будет У Власти И В этом Вся Проблема Почему У нас Ничего Не Происходит Мы Можем Принимать Какие Законы Платить Деньги За Всякие Институции Чтобы У нас Не Было Коррупции И Так Далее Это Не Работает И Не Будет Работать Потому Что Самые Основы Демократия В нашей Стране Не Работает Она Украдена Ее Нет Если Нет Политической Конкуренции Нет Возможности У Людей Выбирать Лучшее Им Просто Надо Выбирать На полке Из всех Зол Меньше Конкуренция Должна Быть Не Только В Экономике Но И Политике И Зай Радиоболтком